Пока что в выборах в Брянскую областную думу 7-го созыва намерены участвовать следующие партии. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Гражданская платформа», «Партия Роста» и «Родина». Участие последней в выборах определит Верховный суд. Есть подозрение, что при проведении конференции, на которой выдвигали кандидатов в ЗАГСобрание, по списку и по одномандатным округам были допущены нарушения. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель облдумы и лидер брянских единороссов Владимир Попков, а также депутат Брянского райсовета и мать погибшего в Сирии героя России Людмила Журавлева, первая тройка избирательного списка «Единой России». У многих возникает вопрос, почему губернатор, который не собирается покидать свой пост, возглавляет список «Единой России» на выборы в Думу. Пять лет назад я был в списке тройки «Единой России» в Брянской области. Пять лет назад жители Брянской области оказали доверие партии. Я и просил тогда оказать доверие партии «Единой России», которая набрала более 70% голосов. И сегодня в Брянской областной думе фракция «Единой России» является самой многочисленной, самой большой. Это только четыре депутата представляют другие партии. И понятно, что те дела, ту работу, которую с ним проводил я как губернатор, я находил поддержку во фракции «Единой России», в лице депутатов, ну и, конечно же, жителей нашей Брянской области. За время предвыборной кампании кандидаты от «Единой России» планируют получить наказы от избирателей и обсудить приоритетные направления развития для каждой территории. «Избиратели будут давать свои наказы. Мы наказы эти должны в целом по партии объединить воедино. И партия должна брать контроль за исполнение этих наказов. Мы будем встречаться в районах, потому что мы должны людям сказать, что мы сделали за эти пять лет, какие у нас цели, какие задачи, посоветоваться с активом, значит, какая стратегическая задача в районе их роли, какая наша». Лидер избирательного списка отметил, появляются новые лица. Состав партийных списков «Единой России» обновлен более чем на 50%. «Сегодня и много новых фамилий, и много именно социальной сферы. То есть сегодня к нам приходят и врачи, и учителя, и работники культурных, в этом учреждении, именно как, знаете, люди приходят с земли, руководители предприятия». Среди новых лиц – жительница села Пальцо Людмила Журавлёва. Всю жизнь она работала воспитателем, потом заведующей детским садом. «Почувствовала себе еще силы какие-то жизненные, и что могу помочь людям. Ну, а что считаю приоритетами в работе депутата, и районного уровня, и областного, наверное, самое главное, ведь это и забота государства, и всех ветвей власти. Главное – это забота о семьях, о людях». «Единая Россия» выдвинула на выборах в Брянской области по всем уровням, от областной думы до органов местного самоуправления, более трех тысяч кандидатов. На выборах в областную думу сформирован партийный список. Из 90 кандидатов еще 30 будут участвовать в выборах на одномандатных округах. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов, Владислав Пескунов. События. Брянск.